Добрый день! В этом видео мы разберем, каким образом можно снизить размер удержания с пенсии в счет погашения долга. Удержание пенсии по исполнительным листам производят органы Пенсионного фонда России в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях. Процент удержания в счет погашения долга определяет самостоятельно судебный пристав исполнитель. С пенсионера может быть удержано не более 50% его доходов. Такая же максимальная планка установлена и федеральным законом о страховых пенсиях. Но в некоторых случаях списание с пенсии должника 50% приводит к тому, что пенсионер оказывается в тяжелой жизненной ситуации. Есть два варианта уменьшения взыскиваемой суммы. Первый вариант – это написать ходатайство в службу судебных приставов об уменьшении суммы удержания. И второй вариант – это обратиться в суд. Рассмотрим кратко оба варианта. В июле 2020 года директор Федеральной службы судебных приставов сообщил, что ведомство приняло решение в период пандемии снизить размер удержаний при взыскании долгов с пенсионеров. Если у пенсионера нет иных источников дохода, то пенсионер может обратиться в службу судебных приставов с ходатайством о снижении размера удерживаемого из пенсии суммы долга. Судебный пристав-исполнитель имеет право снизить размер удерживаемой из пенсии части до 20%. Под этим видео на YouTube вы можете посмотреть образец такого заявления. Вы можете его смело скачать и внести в него все необходимые правки, конкретно под свою жизненную ситуацию, и подать в службу судебных приставов. Второй вариант – это судебный. Пенсионеры, с чьих пенсий судебные приставы в рамках исполнительных производств удерживали 50%, не раз уже обращались в Конституционный суд с попытками оспорить различные нормы законодательства, которые допускают такие действия службы судебных приставов. Позиция Конституционного суда по таким делам всегда была одинаковой. Если пенсия является для должника единственным источником существования, то для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимо сохранить доход, который позволит не оставить их за пределами социальной жизни. Данную позицию судов вы можете прочитать в трех постановлениях, которые написаны на экране. Ссылки на данные документы приложены в комментариях к видео. Следует отметить, что Верховный суд придерживается аналогичной позиции. Но следует отметить, что суды ниже стоящих инстанций часто становятся на сторону судебных приставов исполнителей и пенсионерам, чтобы доказать свою правоту, приходится доходить до Верховного суда. Позицию Верховного суда вы можете посмотреть по ссылкам, размещенных под этим видео. Номера данных дел вы можете видеть на экране. Общая суть данных решений состоит в том, что положение Федерального закона об исполнительном производстве предусматривает лишь максимально возможный размер удержания. Судебный пристав исполнитель вправе устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал материальное положение должника. Поэтому, если размер удержания с вашей пенсии привел к тому, что вы оказались в тяжелой материальной ситуации, то имеете право обратиться в суд и потребовать снижение размера удержания с пенсии с 50 до 20%. Для помощи каждому пенсионеру мы приложили в комментариях к видео ссылку на заявление в суд об изменении порядка исполнения решения суда. Данное заявление мы сделали максимально общим, чтобы каждый пенсионер мог переделать его под себя и обратиться в суд. Обратите внимание, что такое обращение в суд абсолютно бесплатно. На этом все. Если это видео было вам полезно и вы воспользовались приложенными формами документов, то поставьте, пожалуйста, лайк, напишите любой комментарий и подпишитесь на канал. А также отправьте, пожалуйста, ссылку на видео пенсионерам, которым данное видео может пригодиться.